По поводу того, что называется катастрофа, то, что настигло евреев Европы и других стран. Можно сказать так, на протяжении веков было всё хорошо. Ну, гнали из одной страны в другой, были преследования. Но, в общем-то, еврейский народ в общем и в целом выполнял заповеди, как мог. А за что же это тогда такое страшное наказание? В конце XIX века, вот так вот скажем, середина XIX века, в Германии, прежде всего, началась эпоха оскалы. Оскала – это просвещение, когда евреи стали оставлять свою традиционную религию и гнаться за просвещением, когда всё так было замечательно, будучи способными. Что же дальше произошло? Дальше произошло следующее. Будучи людьми способными, яркими и умеющими это продемонстрировать, они быстренько влились в окружающее их европейское, прежде всего, немецкое общество. Там стали заниматься, так сказать, занимать хорошие места. И что же дальше произошло? Дальше произошло следующее. Это всё исторические факты. После Первой мировой войны Германия была разгромлена, как известно. Были репарации, которые нужно было выплачивать, не было армии, еле-еле функционировала какая-то полиция. И тогда была провозглашена Красная Баварская Республика по образцу России. Германия была полна беженцами из России. Все они рассказывали одно и то же. Первые и последующие указы Баварской Республики совершенно были копией того, что происходило в России. При этом из российского посольства ящиками раздавалось оружие. И куда всё шло? Не то, что надо было догадываться, а прямо говорили, что наша задача состоит по образцу России сделать новое, светлое, прекрасное будущее государства и так далее. Куда было деваться, непонятно, потому что всё шло именно по российскому образцу. Со всеми ужасами того, что там происходило в отношении тех, кто был не согласен с этим. Ну, там вроде евреев не было в Баварской Республике. Нет, именно в Баварской Республике были одни евреи. Всё руководство, если вы почитаете список руководителей Баварской Республики, одни евреи. Она существовала три месяца в 1918 году. Да. И так, куда всё шло, было понятно. И тогда Носке, это был руководитель Германии, так сказать, он обратился к той единственной силе, которая могла как-то этому противостоять. Повторяю, армии не было. Это были фронтовики, вернувшиеся с войны. Среди них выделялся Гитлер. Гитлер просто пошёл спасать Германию. Другое дело, куда это всё привело, это мы видим. Его, он получил орден на войне и вручил его ему, и организовал всё. Его друг, начальник, который был евреем. Поэтому Гитлер, так сказать, изначально против евреев ничего не имел. Но он видел, куда всё идёт. И кто, самое главное, кто ведёт? Ведут евреи. Аналогична была история с Красной Республикой в Венгрии. Поэтому мы знаем, к чему это всё привело страшные жертвы, так сказать. Причём пострадали... То есть вы считаете, что это наказание евреям за отступки? Массовый отход. Точно так же, как, так сказать, сожжение храмов. Там же были не одни только преступники, которые отходили. Но наказание последовало, настигло весь еврейский народ. Вопрос, да. Где был у вас Бог, когда нас жили? Да, 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 да. Прежде всего нужно задать вопрос. А вы-то где были? Что вы-то натворили за то, что это было? Мы знаем. Вы нашли все под одну гребёнку? Да, да. Потому что евреи ответственны один за другого. Мы теперь расстаёмся на печальной ноте. Нет, тогда я хочу унести ещё... Можно ли какой-то оптимизм? Оптимизм. Вот оптимизм, оптимизм. Примерно та же картина. Была в России, в Советском Союзе. Когда всё выжигалось, всё еврейское, оставалось только общечеловечески, социалистическое, коммунистическое. И мы знаем, что Сталин хотел, так сказать, всё было готово для того, чтобы уничтожить всех евреев России. Для этого сохранились документы, воспоминания и так далее, и так далее. Почему это не произошло? Именно потому, что милость Всевышнего была. Сталин... От него ждали только, так сказать, приказа, и всё. Всё было готово. Были проведены... Вы знаете, как это всё происходило, да, не нужно объяснять. Вот мы с вами в результате здесь. Мы с вами, евреи, которые выжили там, неплохо там пожили, а теперь ещё приехали сюда. Так вот вам это уже, так сказать, повод для активизма и для радости. Дорогие евреи, служитесь папу уже наконец-то уже, ну послушайтесь уже. Да. Всё, так что всё, слава Богу, мы здесь находимся. Израильтяне. Нам не нужно сидеть и чесать затылок где-нибудь там в Англии. Ехать нам и не ехать. Вроде бы начинают напирать, подпирать. А здесь у нас так всё хорошо, всё устроено. Да нет, пока что не поедем. Вот. Такое... Ну, я считаю, что место евреев в Израиле. О! Хотя, хотя. Вот. Вас не удручает то, что происходит сегодня у нас в нашем израильском обществе. Меня это дико удручает, меня это убивает, меня это огорчает. Меня это повергает глубокую, можно сказать, в депрессию. И это вот для меня страшно, потому что, когда только всё это начиналось, теперь это, ну, поверьте, как бой или мариотт, я сказал, теперь это та была война за независимость, потом, а сейчас это война за существование. Да. Это существование, я это понял сразу, честное слово, с первых дней. Находим. Вот. И это существование во многом, на мой взгляд, зависит от того, как мы сегодня здесь разобщены. Идёт глубокая конфронтация общества. И меня это дико удручает. Вы абсолютно правы в том, что действительно у нас есть разобщенность общества. Но вся надежда на милость Всевышнего. Мы знаем, что в конце пути всё будет не просто хорошо, но прекрасно и замечательно. Потому что приход Машиеха знаменует вообще новую эру, золотой век. Жаль, скажите, не скажите, не скажите, не скажите. Как написано у Рамбома, что мы должны ожидать прихода Машиеха каждый день. Несмотря на то, что он... Мы не знаем, кстати, как сказал великий раб Ицхак Зильбер, Захар Саддик Левраха, благословенно память праведника, он сказал, что кто говорит на это самая великая тайна Всевышнего, когда придёт Машиеха. Никто этого не знает. Он сказал такую вещь. А скорее это не закодировано? Нет, бесполезно искать. А ты искал? Я нет, но кое-кто пробовал. Но я вам скажу. Дело в том, что ещё очень важный момент... Вопросы вообще. Да, да, да. Дело в том, что есть очень важный момент во всей теории кодов. То, что мы видим, это варианты. Это очень важный момент. Варианты. Мы видим, вот у нас сложилась какая-то картинка, где указана дата, где указано место, где указано, что произойдёт. Это один из вариантов. Никто никогда не отменял свободы воли. Хочешь быть таким, будь таким. Хочешь быть таким, будь таким. Хочешь быть таким, будь таким. В соответствии с этими вариантами нашего поведения мы видим отражение этого в кодах. Как это? Всё предопределено, но выбор... О, о, но есть свобода воли. А кольца фуй, а варарашут нитуна. Всё предвидено, предопределено, но при этом дана свобода выбора. Свобода воли, да Выбор между добром и злом Еще другими словами об одном и том же Как сказано в Торе И это на самом деле Актуально для каждого поколения И для каждого человека ежемоментно Написано Вот сегодня Я вложил в руку твою Жизнь и смерть И Бог просит, выбери жизнь Это обращение К каждому человеку Каждую минуту времени Абсолютно Ко всем людям на планете Земля Выбери жизнь Точно так же, как мы должны бережно относиться Не только к своей жизни И не только к жизни евреев Но и к любой жизни, которая есть Все это Всевышний создал И не просто так Поэтому мы должны ко всему этому относиться Бережно, и в заповедях, кстати, это Сказано, ты должен свою жизнь беречь Ты должен беречь жизнь Ближних твоих Ты должен беречь жизнь евреев Ты должен беречь жизнь всех остальных И животных И животных в том числе Да То есть вы Наше существование государства пока что подтверждяется Острожит своих Смотрите, я скажу так В пророках В пророках Ведь сказано, что евреи соберутся в Эра-Сесраэль в конце времен Чтобы их сразу все Но Нет, нет, нет Но нужно понимать очень хорошо Что государство Израиль не вечно Вот в таком состоянии, которое оно сейчас Оно будет заменено царством Израиля А кто будет царем, кто будет править Будет Машиах бен Давид Машиах из рода царя Давида Ой, ребят, а как он хорошо Должны же, должны при этом мы защищаться Да Должны при этом просить Всевышними Чтобы он нам в этом помогал А, да Так как сказал на эту тему Рав Ицхак Зильберт Он сказал, говорит Кто вот про это говорит Если он говорит, он не знает А кто знает, он не говорит Да Поэтому А на самом деле не знает никто, кроме него Спасибо И вам спасибо Вам спасибо И вам, чтобы вы были здоровы В хорошем настроении И ждем мы все вместе Да Что придет Машиах и будет Геулах Находим А пока что мы должны себя вести Максимально хорошо А пока что я хочу, чтобы кончилась эта война Чтобы вернулись заложников Аливай, аливай И чтобы государство существовало Без раташе Амэн Амэн Без раташе Кен и Гератсон Без раташе